Приветствую вас. Накануне многие российские селебрити собрались в Кремле, где проходил концерт группы Стаса Намина «Цветы». Особое внимание журналистов привлекла к себе Жанна Агузарова. Звезда 90-х давно не появлялась на сцене и в свете. Оказалось, эстрадная дива весьма преобразилась. 57-летняя Агузарова изменила прическу, покрасила волосы в темный цвет. Также отметили, что она увеличила губы. На сцене артистка появилась в ботильонах, на огромной платформе и каблуках, узких джинсах и в пиджаке. Пол лица ее закрыли темные очки в желтой оправе. Однако, когда Жанна запела, все поняли, энергии у нее еще предостаточно, а голос ничуть не изменился. Агузарова настолько завладела вниманием публики, что едва не потеснила саму Примадонну, с которой пела дуэтом. Алла Борисовна не стала в этот раз экспериментировать с образом и вышла на сцену в традиционном балахоне от известного дизайнера. Наряд, декорированный поясом, показал стройные ноги Пугачевой. Две легендарные артистки пели в один микрофон и заводили публику. Слишком гениально, чтобы мелькать постоянно. Для нее, как для большого бриллианта, слишком трудно найти подходящую оправу. Так говорит о ней Сергей Мазаев. Интервью Агузарова не дает принципиально. Да, от общения с прессой она отказывается. Жанна очень творческий человек. Роскошь для нее значения не имеет. У нее обычный райдер. Напитки, еда, полотенца. Выбрала самую маленькую гримерку. Обычно знаменитости у нас любят большие, поближе к сцене. А Жанна нет. Облюбовала эту, потому что до душевой кабинки было ближе идти. В те два часа концерта певицы аплодировали стоя. Но когда поклонники вручали ей цветы, она их не взяла. Оказывается, у нее фобия. Подозрительные предметы руками не тронет. Все через помощника. Поделилась администратор клуба, где проходил концерт как-то в шестнадцатом году. Так говорят о Багузаровой. Субтитры создавал DimaTorzok